Иначе как кощунством все это не назовешь. На рассвете все подъезды к многоэтажному дому на Кадетской были заблокированы полицейскими автомобилями. Не пускали никого, даже прессу. Унылые хрюши в масках и бронежилетах заблокировали все подступы к дому. Не то что проехать, пройти не могли даже дольщики. Поэтому нашей съемочной группе пришлось пойти в обход отцепления. То, что мы увидели дальше, нас просто шокировало. Огромный гусеничный бульдозер рушит новенький многоквартирный дом. В этот момент у некоторых людей просто сдавали нервы. На наших глазах пожилая женщина пыталась прорваться к бульдозеру, но тут же была схвачена двумя ОМОНовцами и полицейским. Они втроем волокли по земле пожилого человека, который даже не мог сопротивляться таким бугаям. Далее события развивались стремительно. Люди до последнего пытались защитить свое жилье, за которое выложили последние деньги. Несколько человек забаррикадировались на балконах третьего и четвертого этажа. Естественно, ОМОН попытался их скрутить. Молодых людей выволокли из дома и арестовали. Разрушив часть фасада здания, бульдозер двинулся во двор многоэтажки. Многие люди просто в отчаянии. Они потеряли все. Сейчас в душе просто пусто. Пусто. Расстройство неимоверное. У нас администрация о себе позаботилась, а только о людях не заботятся. Надо же, 130 семей кинули, и как будто так и должно быть. Я воевал в Афганистане, в Чечне и в Грузии. Я сейчас буду бомжом. Спасибо нашей власти. За ту ли страну я воевал. Где вы были, Настасья Коклована, когда этот дом строился? Подождите. Где вы были? Знаете, сколько людей здесь сложило денег? Твари конченые, мрази, ебаные. Чтобы все поспешали. Твари, я вас ненавижу. Меня тяпкиваются. Стоит, что ты меня трогаешь? Не трогай меня. Сволочь, что ты меня трогаешь? Братья конченые. В итоге, дольщикам не оставалось ничего, как наблюдать за сносом дома, в котором они успели купить квартиры. А громадный бульдозер безжалостно уничтожал этаж за этажом. Как заявил мэр Явланов, это показательный снос, и так будут поступать со всеми самостроями в нашем городе. Павел Диденко, Станислав Гуминский, интернет-канал СПТВ.